Девушки отдыхают 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Операторы, ребят, крупный план. Из зала суда. Репортаж нашего корреспондента. Только что нам стало известно, что Волковский отказался от своего признания и потребовал другого адвоката. Защиту Волковского взял на себя звезда адвокатуры Стрельцов Трофим Петрович. Простите. Спасибо, конечно, но мы не можем позволить себе суду юристу. А вы кто-то? Я мать Волковская. А, значит так, мать Волковская, слушайте меня внимательно. Если назначается судом адвокат, значит, оплата его услуг осуществляется государством. Поняли? Всего хорошего. Милиция уже давно была известна о падениях и грабежах банды подростков, в которых, по предположениям следствия, входит Волковский. И вот что по этому поводу думает сын потерпевшей учительницы. Вместо того, чтобы защищать невиновных, Стрельцов пытается выпустить на свободу подонка, который убил человека и чуть не убил мою мать. Если бы милиция серьезно отреагировала на заявление граждан, трагедию удалось бы сбежать. Праздновать собрался. А праздновать-то нечего. Все шло гладко. Но этот парень, он больной на голову. Ну, вам-то, Трофим Петрович, зачем этот геморрой? Не всех злодей, что часом лих. Да он виновен! Он свидетеля убил, училку свою изрезал. Мотив есть. Вы дело-то почитайте. Я же его адвокат. Я знаю, о чем говорю. Да, нож не нашли. Орудие преступления. Ну и что? Сопляк ты, а не адвокат. Сам давно был такой? Ну, а это вы уже знаете ли... Ага. Возбудительно. Просто. А если парень не виновен и поэтому не знает, где нож? А вы показания потерпевшей почитайте. Вообще дело-то полистайте немножко, а? Мы не листать сюда пришли, а расследовать. Расследовать зубами надо грызть. Зубами! Нападение совершил на личной площадке и в коридоре потерпевшей в промежутке между двумя и двумя тридцатью дня. Короткову был нанесен удар в полость сердца, и он скончался на месте. Потерпевшая Никитина была доставлена в цирокальное отделение с колотой раной. Жизненно важные органы не задеты. Нападавший использовал острый режущий предмет. Вероятнее всего, кухонный нож. Орудие преступления. Найдено не было. Убитого и потерпевшую Никитину обнаружила родная сестра Тамара, проживающая в той же квартире. Что здесь не ясно? Да, Тамара Никитина обследуется в клинике Алексеева. Ну и что? А что с уликами? У Волковского в вещах найден адрес Никитиной. А в дневнике найден календарь, где черным по белому маркером отмечен день нападения. Он же спланировал. Все, прошу. А что тебе известно о Волковском? Как у него в школе? Мусор. Где? В школе. Мусор. Пустые слова. Рой землю. Я должен знать, чем он дышит. Я должен знать все. Иди работай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Мы должны добиться успеха. Ну, пошли, пошли. Здравствуйте. Простите, вы классный руководитель 11-го Б? Да, а что? А я хотел спросить про Дениса Волковского. К сожалению, я вам помочь ничем не могу. К нам уже приходили из милиции, и я им все уже рассказала. Вот. Так, прогнулись. Молодцы. Ах ты, да вот публички мои. Какие у меня грациозные, а ты молодцы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. Проходите. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Проходите. А? Боже мой. Простите. Заработаю на торгу на рынке временно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Понятно. Проходите. Вот его комната. Я тут ничего не трогала. А это фотографии его? Да. Талантливые? У него от деда талант. Хорошо фотографируете. Вы из Украины, да? Нет. Мы из Минска. Я училась в институте в стыковедении. Ещё она его куском мяса называла. Катушка занижала Волку оценки. А что вы ещё можете сказать про свой товарищ? Ну, там не товарищ. Палашир от деревенцев. Мы с нас-ка понаехали. По-моему, прям-то бесило, что Волк сюда говорит право. Он вообще ничего не боится. Катушке это не нравилось. Слушайте, а поднимите руку, кто считает, что он не мог убить свидетеля, а не нападал на физичку. Его же катушка опознала. И руку-то. Ну, отпусти. Я считаю, что Волк этого не делал. А почему? Катушку так легко не убьёшь. Она желебетонная. А что вы хотите? Раиса Степановна – образцовый педагог. Ну, а как человек? А вы что хотите услышать? Сплетню? Так вот, здесь вам ловить нечего. Всего хорошего. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА До свидания. А что... А что муж? Где он, отец Дениса? А мы развелись с ним три года назад. У него новая семья, у него маленький ребёнок. Дениска ревновала очень. Ну, что поделаешь. Да, он бывает. А что вы знаете о его друзьях? Вообще ничего. Он вообще необщительный. С девчонками у него что? С девчонками всё хорошо, нормально. Вот у него одноклассница Ася Игнатова. Это она на фотографии. О его конфликте с учителем. Мама, когда вы узнали? Да после узнала. Он у меня молчун. Он вообще ничего не говорит. Я ему говорю, Дениску, скажи, что происходит с тобой. А он говорит, всё нормально, мама. Нормально и всё тут. Он берёг меня, понимаете? Он каждое утро вставал в 6 утра. Потом спёр эти тюки на рынок. Потом он шёл в школу. И вечером заходил за мной. И так каждое утро, каждое утро, каждое утро. Скажите, пожалуйста. Можно я помочь? Вы знаете, я постараюсь сделать всё возможное. Но я должен быть уверен, что он действительно невиновен. Он взрывной, но он на человека с ножом, поверьте, он не мог. Хорошо, я его спрашиваю лично об этом. Такое вам не скажут. Да, скажут. Он у меня гордый. Ну чего? Можно я его письмо напишу? Письмо? Да. Пишу? Делефон до нам пошёл. Напишите, только не длинная. Спасибо. КРИК Аккуратно. Простите, я хотел вас спросить. Вы знаете, стерва она порядочная, конечно. Классический портработник. Сорокалетний стаж работы. Ну и что? Вон дитьё. До свидания. До свидания. Боятся. Я, конечно, понимаю, что мне так не надо говорить. Но мне Раисе совсем даже не жалко. А конфликт у неё был только с Волковским? Парень вообще, он как? Ну как, нормальный парень. Хотя он дерзкий и не дурак. И вернёшься, когда выучишь урок! Пошла вон! Ну и ладно. Беззарезной. У тебя всё в порядке? Сама ведьма. Спишь на каждом руке. Павловский, ты вообще, ты на чём? Чем занимаешься? Можешь бы тревогон разгружать. Не, я на рынке. Тюки с одеждой просыпаю. У тебя всё шмешно. Ну, поговори, поговори, поговори. Ты вот всё засыпал. Игнат, она же дешёвка. Зато я не нужен, а вы никому не нужны. Сдохните, все перекрестятся. Знаешь что, Малковский? Два. Я тебя... Я тебя... Понял? Ты понял? Против него какие-то серьёзные улики? Да нет. Свитские показания. Ничего серьёзного. Ага. А может, кофе? Да у меня от кофе изжога. Давайте к ничку. Только договоримся, это я вас приглашаю, а не вы меня. А то мужчина всё-таки должен проявлять инициативу и... Ну, нет. Мужчина больше ничего не должен. Женщина вступила в эру активности. Двадцать первый век – это всё-таки. Да? Women rule, emancipation, post-modern. You know what I mean, right? Of course. Только я классику люблю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У-ху! Круто! А можно ещё вот там, по краю? А кишка не тонка? А что страшно, волк бы не испугался. Ублюдок твой волк. А чё ты? Ты там был? Ты видел? Может, он не убивал? Ну, что вы можете рассказать, как классный руководитель? ХИ��-хи-хи-хи-хи. У-ху. Ах... Одиннадцать пэ. Угу. Они все приходили к ней на дом. Угу. Кстати, расписание было у меня в журнале. Но я его отдала. М-м-м. Не скажу. Не помню. Не скажу. М-м-м. М-м-м. А-а-а. Кам. Никитиной. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Проверяй. Аг! М-м-м'S. М-м. М-м. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКЛЕНИЯ Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. А вы мама Аси Игнатовой? Да, вы из школы? Нет, я не из школы. А откуда? Я адвокат из адвокатской контора. А, ну тогда это... А если папа у Аси, ее дома нет, и я не знаю, где она. У нее хорошо. Я подожду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасьте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, ну это комната ее. А же ее? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что там? Я пойду разберусь. Ой, без тебя разберутся. Держи от этого. Я спустил ты её! Вы что, в шмотках рылись? А ты с чего это взяла? Вы фетишист, что ли? Вообще ты адвокат. Сигарету потуши. Вы что, совсем уже? Ты общалась с Денисом накануне преступления? Он собирался к Никитиной? Нет. А что ты думаешь? Это он? Нет. Ну, а кто? Аська, выведет кто-нибудь собаку, блин, в этом доме, нет? Да иду! Его посадят, да? Закончили, нет? Да, да. Закончили, закончили. Держи. Вспомни что-нибудь, позвонишь. Ага. А это вам. На память. Рекс, гуляйте! МУХТАР ЛАЕТ Хочешь? Нет. Ну, Лан, ты чего такая колючая? Ко мне юрист уже домой приходил. Про Волка спрашивал. Его посадят, наверное. Да сто пудового посадят. Ему батя такую характеристику поедет. Мама, не горюй. А ты можешь попросить его этого не делать? А ты мне дашь? Ну, или хотя бы станцуешь для меня? Папа говорит, у тебя отличная пластика. Папа, да? Да. А ты лучше Воробьева попроси. Он и даст, и возьмет. Он давно хочет. Чего? Ничего, сиди. Э, стой! Стой, я сказал! До свидос. Папе приветы. Рэмбл, Сережа. Рэмбл. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здрасте. Вы позволите задать вам несколько вопросов? Когда все и закончится, а? Скоро. Скоро закончится. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Имя, фамилия, цель визита. Адвокатство Стрельцов. Телефончик сдали. Ручки подняли. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравия желаю. Здравствуй. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ответственный за противопожарную безопасность ВВ Владюк. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что? Давай знакомиться? Трофейн Петрович Стрельцов. Твой новый адвокат. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Прежде чем мы приступим к работе, я хочу, чтобы ты рассказал, что произошло в тот день 14 декабря. Какой срок тебе светит, помнишь? Решил в молчанку играть? А может, ты не понял? Может, тебе здесь понравилось, получишь десятку, пойдешь по этапу, за тебя никто хлопотать не будет, игры кончились, парень. Начинается жизнь. Держи. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Слышал, ты у нас правдолюб? Это как? Все взяли. Это твоя твердая позиция? Да нет, просто правда всех бесит. Да еще как. Я хотел бы услышать подробный рассказ о том, что произошло. Опять? Я была дома. Я смотрела телевизор. Я пришел. Позвонил в дверь. Катушка открыла. Кто? Никитина. Она была какая-то удивленная. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ах, Волковский. Здравствуйте. Ну, а че ты пришел? Что, ассистент? Вы когда нас? С Игнатовой? С Игнатовой? Я вас что? Когда те стойте, С Игнатовой? Ох, Волковский. Опрос закрылся. Или для тебя, или Игнатовой. Всего доброго. Что ты хочешь? Игнатовой. Подожгут. Как страшно. СМЕХ 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 Ах! Я ее просто припугнуть хотел. Просто попугать и все, и уйти. Все произошло довольно быстро. Волковский выхватил нож. В это время поднимался по лестнице мой сосед Геннадий Коротков, который бросился на Волковского. Я кинулась в квартиру, а тот, в свою очередь, стал наносить удары один, другой. Я потеряла сознание. Я не пырял ее. У меня и ножа-то не было. Я вообще только психологическое воздействие признаю. Ну, манипуляцию сознания. Попугал и вернулся домой, значит, да? А вы не верите мне? Знаете, я не сумасшедшая, ей-богу. Как моя сестра. Я прекрасно помню, кто это сделал. Это сделал Волковский, который на моих глазах зарезал Короткова. А как? Он же был сзади вас. И когда вы вбежали, как вы увидели? Отражение в зеркале. При этом с телефона было зеркало. Я увидела это в отражении зеркало. Это очень просто. Ну да. А в тот день на нападение дополнительных занятий не было? Нет. Нет, я не проводила тот день занятий. А мне не здоровалось. А расписание можно посмотреть? Вроде богу. А где? Вот здесь. Спасибо. Митр. Спасибо. Больше вопросов у меня нет. Вы мне не верите. Почему он так и решил? Да потому что вы такой же, как все. Угу. 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Анна Висатовна, я к вам! А, это вы? Здравствуйте! Я вас ждала! Ну что, гражданка Чусова, да вы присаживайтесь. А напомните мне, что у вас украли. Вы знаете, это было так ужасно. Я представить себе не могу, как увижу его лицо. Ночью мы в машине одни с партнером по работе. Чтобы я тебя здесь больше не видел, ясно? И тебя, узкоглазый, суку дай. На, валим. Что происходит? Гады! Мрачи недорезанные! Паспорт, ключи, кредитную карточку виза, потом золотую зажигалочку в виде слиточка. Вы знаете, сейчас сюда зайдут несколько человек, и вы должны будете опознать того, кто вас обогрел. Хорошо? Вы готовы? Да. Точно? Да. Хорошо. Заводите. Вам не волнуйтесь. Все будет хорошо. Смотрите внимательно. Не торопитесь. Смотрите. Первый. Нет, это не он. Второй. Не похоже. Да, да, да. Может быть, третий? Ну, может быть, да. Дальше, смотрите. Четвертый. Да. Повнимательнее, повнимательнее, да. Четвертый. То есть, четвертый, да? Ну, так он или не он? Четвертый. Да. Хорошо. Так, все свободны, кроме четвертого. Спасибо. Вот здесь распишитесь, пожалуйста. Вот тут вот. Ну, что, Волковский? Ну, как, подними его очень повыше. Еще выше. И на меня посмотри. Уведите его. Благодарю вас, гражданка Чусова, за помощь следствию. Элеонора. Николай. Ну, давай, что там у тебя? Показывай. Ну, вот, смотрите. Можно? Да. Трельцов, адвокат, полководство. Я в курсе. Трофим Петрович. Клушко. Николай. Прошу. Я-то не знал, что я такая знаменитость. Даже имя очень широкое. А вы... Вы пересаживайтесь. Пересаживайтесь. Вы познакомиться пришел? Да, похоже на то. Вам, наверное, много заплатили, да? Ну, иначе зачем вы этим занимались? Это же не ваше дело. А вот что, зуб на подсудимого? Нет, вы что, какой зуб? У меня доказательства. Признание потерпевшей? Ну, и не только. Я ей что, вы вот всему воздумал. Верите, да? Не, ну, Никитина, конечно, баба с характером. Да. Минуточку. Вы, кажется, с ней были раньше знакомы. Никитина. А? Ну, хорошо. Учила она меня. Ну, я по физике как-то не очень был, знаете, так стройчкой закончил. Ну, тяжелый характер у Раисы Степановны-то, тяжелый. Ну, а она как-то агрессию проявляла или что? Да нет. Не, ну, лупила нас линейкой, там, заволосы таскала. Но ведь это не повод убивать. А? Вы согласны? Ну, в общем, в страхе вас держала, да? А я понял. Я понял, к чему вы помните. Не доводила она парня. Он сам ее спровоцировал и все спланировал. Ага, ага, ага. Вы сами-то в Атаревне где были? Ой, да я в тот день болела. А что ж архив милиция не видела? А зачем он им? Ведь убили в квартире, а здесь на камере виден только подъезд. Раиса Степановна, слава богу, жива осталась. А убийцу соседа по горячим следам взяли. Это верно. Спасибо большое. А вообще-то у нас строго с этим делом. Из архива выдается только по запросу милиции. Да вы не волнуйтесь. Я вам верну. Посмотрю и верну. Внимание на экран. Перед нами подъезд Никитиной. Рядом с ним стоит Волковский, который зайдет в этот подъезд ровно в 13.55. Перед этим оттуда вышел, пожалуйста, сосед. Через минуту отсюда выходит Тамара Никитина. Это сестра Никитиной. А Волковский выйдет из подъезда ровно в 14.05. При этом столкнется с входящим неизвестным. У него будет в руках зонт, и лица неизвестного мы не увидим. Но если судить по времени, то Никитина мог ударить Волковский. А ты медицинское заключение достал? В связи с экспертов, пожалуйста. Что нам говорят эксперты? У Короткова проникающее колото-резаное ранение грудной клетки в полости сердца. Тромпонада сердца. В результате чего его полная остановка. У Никитиной проникающее ранение со стороны спины, направленное сверху вниз. Приблизительно в районе почек. А теперь скажи, что мы упустили. А что мы упустили? Жертва… А жертва могла не видеть нападавшего. Возможно, Никитина просто ошиблась и приняла за Волковского. Ну, кого-то другого. Или она покрывала. Покрывала кого-то, кто находился в этот момент в квартире. Это я могу. Поверьте. Ну да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Съесуй больше свой нос за это дело. Ты понял? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Иди его! Отпусти, я сказал! Иди его! Я сказал, отпусти! Да! Валим! Валим! Детей пугай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я скушал. Привет! Угу. Ты знаешь, кто меня сегодня вызывал? Нет. Антипенко. Директор. Ему сказали, что нас видели вместе. И? Ну и что? Так вот. Он запретил мне с тобой общаться. Молодец. Иначе уволят. На. А, кстати. Вот. Это тоже тебе. Расписание занято. Подожди, а как ты это достал? Да, не спрашивай. Так, так. Выходит, что во время нападения на Никитину у нее было занятие Сергеем Антипенко и... Ну да, с директорским сынком. А что? Ничего. Ну да. СМЕХ СМЕХ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Свежие новости. Во время нападения на Никитину у нее было занятие Сергеем Антипенко. Кто такой? Директорский сынок. А знаете, где он живет? А ну-ка. Этажон ниже Никитиной. Вот поэтому его нет на видеозаписти. Значит, еще один подозреваем? Легко. На расписании Никитиной там все помечено. Снедение точное. Из надежного источника лично проверим. Давай-ка ещё раз посмотрим запись. 13.55. Молковский зайдёт в подъезд. В 14.05 выйдет и столкнётся с кем-то из жрецов. Лица его будет не видно, зону закрыл. Проходи до прихода с Тамарой Никитиной. Тамара Никитина. Вошла в подъезд в 14.15. Сестру обнаружила. Только в 15.00. Что, ещё одна подозреваемая? Тамара Никитина. Выходит, подозреваемая, номер два. Ну что, родной, все улики против тебя. Да. Ты куда нож-то дел? Я никого не убивал. Какой нож, я ничего не знаю. Ну да, ну да. Дружки твои спрятали, что ли? Нет у меня друзей. Да ты что? У такого симпатички нет друзей? Нет. Вообще никого? Вообще никого. Вообще никого? Вообще. А это вот не твои друзья, нет? Поджог, Марик? Угу. Ограбление магазина на Тверской. Это ты? Это ты? Нет. Это ты? Поджог машину на Тверской. Вооружённое ограбление месяц назад. Я про это ничего не знаю. Не ты, да? Нет. 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 Ты, я спрашиваю, нет? Да. Да ты. Я не знаю. 16 лет. 16 лет, а? 16 лет тебе светит, родной. Что вам надо от меня? Мне нужны имена. Делаешь я тебе, да? Ты что, хамишь, что ли? Нет. Нет, ты хамишь. Ты хамишь. Нет. Слушай, пацан, создавайся по-хорошему, а? Ну, первая судимость. Полсрока отсидишь, выйдешь по УДО. То, что ты сидишь в СИЗО, тебе зачтётся, я похлопачу. А если я не буду ни в чём признаваться? А ты знаешь, что с такими ребятками делают на зоне? Ну? Ну? Кто там? Дербанёв. Адвокат Дербанёв. Серёжа, к тебе пришли. Серёжа. Что? Пришли к тебе. Здрасте. 14 декабря ты находился на занятиях по физике у Никитиной дома. Я прогулял это занятие. Меня там не было. А вот это ты завтра? Самолично расскажешь в суде. Готовься. Только не опаздывай. Там этого не любят. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что вы здесь делаете, а? Добрый вечер. А хорошо, что вы появились. У меня есть интересная информация касательно вашего сына. Ну-ка, вон отсюда. Немедленно убирайтесь. Сейчас же. Иначе я вызову милицию. Завтра. 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 ВОДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ВОДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ВОДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ВОДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ВОДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Потерпевшая Никитина, покажите на того, кто на вас напал. Вот он сидит. Да не трогай эту дуру! А это как называется? Пожалуйста, это трогал или нет? Он на моих глазах человека зарезал. Обратите внимание на экран. Это следственный эксперимент. Прошу вас, господин Никитин, займите свое место. Благодарю вас, Ваша честь. Защита вызывает Сергея Антипенко. Ваша честь, во время нападения на Никитину Сергей Антипенко должен был находиться у Раисы Никитиной дома на дополнительном занятии. Вот расписание, в котором указано... Меня не было на том занятии. Я был дома. И это может подтвердить моя мать. Антипенко, садитесь на свои места. Благодарю, Ваша честь. Я считаю, что действия подсудимого Волковского были продуманы. Совершив нападение на Никитину, Волковский убил случайного свидетеля Геннадия Короткова, чтобы скрыть преступление. Протестую. В суде не представлено доказательств причастности Волковского к преступлениям. Орудие убийства, нож до сих пор не найдено. Ваша честь, я хочу приобщить к делу чистосердечное признание Волковского в совершении преступления с бандой малолетних преступников, а также опознание Волковского потерпевшей Чусовой. Волковского потерпевшей Чусовой. Знаю, я лох. Но они мне сказали, что если я осознаюсь о нападении на Чусова, то тогда они снимут с меня обвинения в этом преступлении. ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Да я не виноват! А показания этой Чусовой – это наглая ложь! Я не виновен, не виновен ей! Ваша честь, я настаиваю на отсрочке вынесения приговора и перенесении слушания дела на другой день в связи с необходимостью проведения дополнительного расследования. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Суд удаляется на освещение. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прошу сейчас встать. Следствию удалось доказать причастность Дениса Волковского к банде подростков. Следительница Чусова опознала Волковского, и тот сознался в вооруженном грабеже. Но защита продолжает настаивать на невиновности Волковского в убийстве и нападении на школьного учителя. Единственный аргумент – у следствия пока нет орудия преступления. Но если следователям удастся найти нож, Дениса Волковского ожидает куда более серьезная статья. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Напрасно мы взялись за это дело. Смотрим, посмотрим. Время покажет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Конечно. Встать, суд идет. Суд постановил направить дело на дополнительное расследование в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Содержание подсудимого в камере предварительного заключения продлевается. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мама! Стой, Игорь Гольцович! Врача, мать, помогите! Товел мать! Товел мать! Помогите! Держите, держите! Ты что это? Да проиграли! Не шкипажер раньше времени! Если бы вы не настаивали на невиновности Волковского, он бы получил максимум 10 лет, а потом УДО, или амнистия! Нимай камеры на рабочий класс! Все, пошли, пошли! Все, давай! Атак получит по полной! Все 16! Мы возвращаемся к делу старшеклассника Дениса Волковского, который нанес несколько... Ты хочешь сказать, что... Я хочу сказать, что Трофим Петрович виноват! Это провал! Пошел бы надо сюда! Орудие преступления до сих пор не найдено! Знаешь, почему мы их проиграли? Знаю, потому что потерпевшая Никитина опознала Волковского. А прокурор с Глушко привели свидетеля. Сычки установили, что Волковский входит в состав подростковой банды. И доказали судье, что Волковский малолетний преступник. Значит, мы должны доказать. Аккуратно. Терроризирующая местных жителей скоро будет поймана. Кто эти подростки? Ведь они разгуливают по городу. Что нам о них известно? Что они ходят в капюшонах и бейсболках. Их учатся в одной школе с Волковским. А вот! Так и хорошо! Что ж хорошего-то? Пол Москвы такой! Давай! Давай! Давай, залезай! Шнелять! Водила! Джердяй! На следующем повороте поверни направо! Водила! Э! Ты че, не слышишь, что ли? Ну, постучи ему, все дома! У-у-у! Кто там? Э! Сменопаст, я тебе говорю, на следующем повороте направо поверни! Ты че меня не понимаешь, что ли, а? Ты че, не русский? Да, понимаешь, понимаешь, да! Молодец! 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 Слушай, а если так, ветеран? Подонки! Это все говорят! Да! Подонки! Это мы! Так, а теперь тормози! Хорош бы ковать, а! Давай, давай, давай! Антип, хорош, не сходи с ума! Сам выйду! Без рук давай, да? Ай! Это всех касается! Все на выход! Шнелять! Шнелять! Ха-ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха-ха! Это наша тачка! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Величие! Говорите, слушаю! Угнали маршрутку! Адрес! Так, а если Волк, если Волк себя все-таки замарал? Ведь переводчица Чусова его опознала! Нужно раздобыть у Глушко материалы по ее делу! Так он вам их и дал! Камера видеонаблюдения из подъезда, 14-15. Тамара Никитина подходит к подъезду. К ней нужно съездить еще раз, пытаться ее разговорить. Какой в этом смысл? У нас проходит лечение в психиатрической клинике. Ладно, вот, неизвестный. Неизвестный появился тогда, когда выходил Волковский. Возможно, когда выходил, он мог столкнуться с Тамарой. Откуда у него женский зонт? Возможно, Тамара вспомнит этот свой человек. Ты что, ты меня шумахер! СМЕХ Давай, Рейсер, давай! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Антипенко? Антипенко? Ант Поленко был в квартире Никитиной. Во время нападения... Поезжай-ка к нему. Попытайся его разговорить. Надави на него хорошенечко. Ну, начни с квартиры Никитиной. А я наведаешь губушку. Держись! А на босса расчет. Приехали. Ну все, хватит, ребят. Давай, давай, давай. Валим, валим. Здесь нас съел. Салам алейкум. Как дела? Как дела? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Трофим Петрович, приветствую. Приветствую. Поздравить меня пришли? Не угадал. Я к тебе совсем по-другому вопрос. Прошу. По какому? Мне кажется, мы все вопросы-то уже закрыли, нет? Далеко не все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вижу маршрутку. И маршрут 691-й. Гост номер. Сейчас, секунду. А там нет никого внутри. Бросили ее, похоже. Так, 295. Ну что? Круто мы всех сделали. Теперь ты с нами заодно. Если нас повяжут, ты летишь с нами. Ну, что ты такая кислая? Ты разве не этого хотел, а? Смотри на меня! Нет. Да не бойся, ничего с нами не будет. Мусора! Валя, так, вы на пешке, а мы их вымотаем. Давай. Валя. 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 Книга, тихо. Открывайте. Эй. Шайтан-майтан опять. Кто стучится в автомат. Здрасьте, майор Савченко. Что у вас тут происходит? Да, начальник, все нормально. Ничего не происходит. Тихо, спокойно. Да, ну ничего, машутка. Какая машутка? Где машина? Что она там делает? Никакой машутка, я не знаю. Я охранник. У нас особо-то объект. Готов? Мистер, подожди. С ноги сломаешь, а? Аккуратней там, внимательней. Да не дети, патрон в стволе. Раз! Два! Три! 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 Ничего не убили! Собяни, беги! Погоди! А я зарубаю лук! Падли, а? А я не могу. Три! 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 На пацанах все преступления списал! Да, хорошо мне спится, Трофей Петрович. У меня жена интересная. А твой пацан грабитель и убийца. Никитина его опознала. Чусова его опознала. Протоколы есть, признание есть. Так что все. Меня интересует протокол допроса, Никитин. Так у нас же есть копия. Меня интересует настоящий протокол. Нет, какой это такой настоящий? В котором сказано, что во время нападения на Никитину в квартире находился еще антипенка. А такого протокола нет. Ну как нет? Вот так нет. Ну как же нет? Я знаю, что есть. Я твердо знаю, что есть, Николай. Давай, Николай, не тяни время. Ну был протокол, был. А теперь нету. Все, сгорел, уничтожился. Я твердо знаю, что есть, Николай. Я посмотрел на глаза. Мне угрожает, достал зажигалку и посещал поджечь все. Я прекрасно помню, кто это сделал. Это сделал Волковский. Который на мой глазах завязывали в коротку. Он же был сзади вас. И когда вы бежали, как вы увидели? Отражение в зеркале. В зеркале. При этом с телефоном было зеркало. Я увидела это в отражении зеркала. Все очень просто. Ну да. Нехорошо это, Коля. Что мне оставалось сделать? Ты что? Никитина отказывалась подписывать протокол, если в нем будет поминяние об Антипенко. А мне дело надо закрывать. У меня этих висиков во! Ну теперь одним больше будет. В смысле? Ты ведь не знаешь, где нож? А я знаю. Ну, был протокол, был. А теперь нету, все. Сгорел, уничтожился. Ну-ну. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Как раз о тебе вспоминал. Петрович знает о твоем сыне. Кто рассказал? Да хрен его знает кто. Ищи-ка. Ну и с новость похуже. Он знает про нож. И если на этом ноже, не дай бог, будут отпечатки твоего сына, то извини, я уже ничем тебе помочь не смогу. Все. Кто это? Глушко. Стой. Во время нападения на Никитину в два часа дня ты был у нее? Отвечай. Да нигде я не был. А нож куда дел? Какой нож? Нож куда дел? Я не знаю ни о каком ноже. Врешь. Ну отвечай. Где был? Что делал? Да не был я нигде. Вы что, с ума сошли? Это жеребезан. Отпустите его немедленно. Мам, скажи ему, что я нигде не был. Скажи, что вы у дома. Сергей, в чем там дело, а? Я не был. Сергей, в чем дело? Вы что это себе позволяете, а? Туля, иди домой. Туля, иди домой, иди домой. СТУК В ДВЕРОЕ СТУК В ДВЕРОЕ Вот здесь. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ты вот так видишь что-нибудь? Трофим Петрович, да лампу я... Что-то. Слушай, вот парковка автомобилей. Здесь городские фонари. А тут сидела Чусова в своем водительском кресле. Подростки подошли отсюда, то есть из-под фонарей, контровой свет, надетые капюшоны. При таком раскладе она не могла видеть их лица. Кому-то было выгодно, чтобы Чусова опознала Волка. И мы с тобой знаем, кому. Гениально. Но у меня для вас тоже есть новость. Прошу, 783-й десантный батальон. Не узнаете? А так слева Антипенко, а справа Глушко. Они служили вместе. В туалет. Иди, иди, да. Давайте, давайте пить чай. Садитесь. Какие вы молодцы. Как он? Он... Ты зайди к нему. Он постоянно про тебя спрашивает, как там Ася. Правда? Да, постоянно. Он будет счастлив. Я думаю, он будет очень доволен. Подпиши, что ты отказываешься от моих услуг. Ты кого покрываешь? Какого? А дружке твоем, Антипенко, ты знал, что он был у Никитиной, но молчал, а он тебя с потрохами сдал на суде. Я не знал. На суде он сказал, что его там не было, хотя он был у Никитина, и ты знал об этом. Я не знал, что знал. Вряжка! Вряжка! Я не вру, я не знал, что... А Типенко знал, что ты не убивал Короткова, и не нападал на Никитину, но молчал же он. Я не для того, сколько прожил на свете, чтобы какой-то балакососом мне голову морочил. Да что мне в конце концов сделать, чтобы вы мне поверили? Я тебе поверил, скажи мне правду, иначе я не смогу тебе помочь. Не бойся никогда друзьями с Антипенко, понимаете? Смотри на меня. Вот молодец. СМЕХ СТЕКЛА 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 Меня немножко стилишь? Да. Я тебе кое-что покажу. Оно есть. СТЕКЛА 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 Перестаньте мы. СТЕКЛА uh, камеру отдай. На! СТЕКЛА 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 Чужая стая Ребята! Ребята! Ну что, все будет! Получается! А ты едешь с нами! Мы не дружили с ней? Это Аша тебя надумала. По технике смотри, да? Ася! А при чем здесь Ася? Ася особенная, понимаете? Да что вы можете в этом понимать? Я кое-что понимаю. Я сам все придумал. Я сам к ней пришел. Что вам здесь надо? Что вы достичь тебя? Так. Очень хорошо. Итак, искать мы с вами будем... Плюшевого тигра. Так, говори подробности. Как было? Чего было? Работал телевизор. Громко работал телевизор. И какая программа была? Криминал. Какая-то о криминале. ТОРМОЗОВ 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 Чего тебе? ТОРМОЗОВ ТОРМОЗОВ А черт! ТОРМОЗОВ Это Николай вас беспокоит. Глушко? Да, Глушко. Помните, вы говорили про нос? Что знаете, где он? Так вот, теперь и я тоже знаю. Я его нашел. На квартире у Волковского. Да, так что спасибо вам огромное. У тебя в квартире нашли нож. Твой нож. Нам удалось взять интервью следователя, который занимается делом Волковского. Сегодня мы произвели обыск на квартире обвиняемого. И мне удалось обнаружить нож, которому было совершено это бесчеловечное убийство. Так что вина преступника полностью доказана. И хотелось бы выразить свою благодарность моему негласному помощнику, Стрельцову Трофиму Петровичу, который подал мне эту прекрасную идею. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты что? Сигаретку. Сейчас, да. Позволь, я тебя угощу. Маша. Давай, давай. Подожди. Чудовище ты моё. Дай мне сигаретку. Держи, держи. А что это за фотография? Дай сюда. Дай сюда. Подожди. Дай сюда. С моего дня рождения. Очень хорошо. Может быть, ты там голая? Страшно. Да, голая. Дай сюда. Я пьяная там, а не голая. Пьяная? Да, вот это точно. А ты куда? В душ. Фу. А когда у тебя день рождения-то был? Я рыбки. Тебе подходят? Да я не об этом. Снимали когда? В начале марта. А тебе-то какая разница? Да так. Есть тут одна идейка. Ой. Слушай, а откуда у Никитиной такой синячища? Ну да, у неё бывает. Да? Спасибо. Спасибо тебе большое. Это уже кое-что. Иди ко мне. А? ТОНЁТ Алло. Добрый день. Стрельцов Трофим Петрович. Скажите, пожалуйста, у вас на этой неделе гости были? Да. Сергей Антипенко и Ася Игнатова. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Глушков обнаружил нож в комнате у Волка. Приславил гаденышу. Как? Ведь был же обыск. Они что, подкинули его? В Волковской заходили Антипенко и Ася. Значит, в это время нож был у Антипенко. Кстати, вот. Где взял, не скажу. Когда был взял вход? В начале марта. Макарова говорит, что синяки у Никитиной были раньше. Так что там у сестричек кипит бурная жизнь. А кто мог бывать у Никитиной помимо сестры? Из родственников? Из близких. Муж там умер, близких родственников нет. С любовниками дело запущено. Остается один человек. Мерсин? Да, но он живет в другом городе. И по словам Тамары, мать навещает крайне редко. Займись Тамарой. Пусть расскажет о нем. Заодно может вспомнит, что она делала после того, как зашла в подъезд. Одна на газете, другая там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх, Тамара. Э, алло, ты куда собралась? Не твое дело. Сама разберусь, куда идти. Стой! Иди сюда! Отвали! Стой, говорю! Куда ты пошла? Я думаю, поговорим. Арши, не думай. Тебе это не идет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Характеристика Волковского готова? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подпись? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже есть. Что дальше? Сдача зачета по пластике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, 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 посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, вчера был день рождения? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И мне уже восемнадцать. Совсем взрослая девочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вам ничто не грозит. Характеристика. Как ты ее получила? Неважно. Алло, Трофим Петрович, мне уже с вами встретиться, у меня для вас важная информация. Тамара, что вы, здравствуйте? Здравствуйте. Тамара Степана, я перезвоню. Тамара Степановна, здравствуйте. Здравствуйте. Это я, адвокат Дзербанев. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а что вы делали между часом и тремя часами в день нападения на вашу сестру? В день нападения на мою сестру, значит, я входила в подъезд когда-то, мне навстречу бежал какой-то человек. Я упала, потом я встала, поднялась, поднялась на лифте туда, там была кровь. И я потом просто ничего не помню. Не помните. Не помните. Хорошо. А постарайтесь вспомнить, Тамара Степановна. Хорошо. Что произошло с вами в это время? Я не помню. Я не помню. Хорошо. А сын часто навещал вашу сестру? Нет, он так построился, но она, она ему жизнь испортила, понимаете, потому что она их при себе артила вообще-то. И мужчина даже не нужен был. То есть сюда Лёшке еще года не было, она отца-то выгнала уже. Когда Лёшке было, сколько лет, одиннадцать, она стоит в ванной, его набывает. Ну, нельзя, он уже взрослый, ну, был мальчик. Вот, потом она ее всю жизнь была. Просто никакой лишней жизни у него не было. И, конечно, женился через накопку. Ну, накопку, посмотрите, какая-то сорокалетняя баба. И мне он там... Мухи? Мухи-то они умные. До свидания, Дарусь Ивановна. Всего хорошего. Всего доброго. Успехов вам. Я в милицию приходил, тебе спрашивал. Равшан ничего не сказал. Равшан хороший. У Равшана дома дети маленькие. Ну и сколько ты хочешь? Мне много не надо. Десять тысяч. Ты что, Равшан с дуба рухнул? Какие десять тысячи? Откуда у меня? Найдешь. Я тоже не хочу милиции. А надо будет, пойду. Ладно, Равшан. Сейчас у меня денег нет. Завтра будут. Все, понял, понял. Завтра жду тебя. Раечка, я хочу спросить. Я... Томочка, что взяла? Скажи, Рая. Чего? Это сделала я. Ты о чем говоришь? Мы поссорились. Как тогда? Я взяла нож. Да? Ты что-то несешь, ну, Тома. Я просто не помню, как я поднялась и вызвала скорую помощь. Ведь я же вызывала скорую помощь. Тома, ты совсем плоха. Плоха, Тома. Перестань. Нет. Мне сегодня днем приснилось, как я... Тома, пристань, что с края несешь. Это же ей была. Я. Я просто жарились. Я знаю. Прости. Я знаю. Господи, Господи, Господи! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Добрый день! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Со слов матери Волковского Ася дала согласие свидетельствовать против Типенко-младшего и его банды. Это он напал на Чусовых. А украденную зажигалку Чусов Типенко впоследствии подарил Асе. Еще неизвестно, сможет ли Глушко обвинять в преступлении сына своего товарища. А Глушко защищал Антипенко в деле Никитиной и покрывал его. Ладно, с бандой все понятно. Но это не объясняет, кто напал на Никитину и убил Короткова. Мы имеем троих подозреваемых. Это Антипенко, сын Никитиной и Томара. Ну, Антипенко во время нападения был у Никитина, и это понятно. А вот что делали ее сестра и сын? Нужно наведаться в Подольск, посмотреть на этого сына. В Подольск. Веса. В Подольск. Ну что, вроде здесь. Если навигатор не врет. Вон окна, говорят. Квартира 20. Значит, я разговариваю, а ты там посмотри. Понял, да? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Добрый вечер. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ У вас, вам нет вопросов, если позволить. Дело закрыто уже. Разве не так? Да нет, не совсем. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, хорошо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Пойдете на кухню поговорить. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вы не оплатились в момент нападения на вашу маму. Не понимаю. Это что, шутка? Ну, обтяните, пожалуйста. Я был дома. А кто-нибудь может подтвердить ваши слова? Моя жена. Оля! Подойди, пожалуйста. Тут какое-то недоразумение. Объясни, пожалуйста, где мы были, ну, когда все это с мамой случилось? Он был здесь, со мной, дома. Что происходит, Леша? Нет, я не понимаю. Вот так вот вы врываетесь бесцеремонно в нашу жизнь. Его мать видела нападавшего. И какие, собственно говоря, могут быть вопросы, а? Как сейчас вы вещали в вашем доме? К сожалению, редко. В декабре были у нее? Нет. Послушайте, вы меня в чем-то подозреваете, да? Ответьте, пожалуйста. Мне на вопрос, вы были в декабре месяце у мамы? Не помню. Кажется, был. Какое это вообще имеет значение? Так были или не были? Был. Дальше что? Ничего. Спасибо. Я прошу просить за беспокойство. Беспокойство? В семье случилась трагедия, а вы так легко. Извините, чтоб вы мешали. Ну что? По-моему, нам поперло. Там у Никитина календарь на стене, где каждый вторник декабря отмечено вывезет к матери. Ну, это косвенное доказательство. Косви? Да. А зонт? Зонт, который в углу стоит. Такой же был зонт у этого мужика, который входил в подъезд на скрытый камень. Убийца. Убийца. Ну, я видел, ты снял? Ну, все. Ну, пора встречаться с Никитиной. Убийца. Пора. Деньги принес? Мы с тобой за денежком договаривались. Помнишь? Сережа? Ты что забыл? Очень надо денег, Сережа. Очень надо. Дай, пожалуйста, а. Ну, вы дай, пожалуйста, а. Ты что? Что ты, Сережа? Что ты делаешь этого? Сережа? Сережа, не надо! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ауфидер Зайн. Добрый день. Вы позволите? Пожалуйста, садитесь. Вы? Здрасте. А знаете как у древних азиатских людей разоблачали преступников? Подозреваемым давали подержать во рту рис. Если он оставался сухим, человека признавали виновным. Вполне естественно. От страха перестают вырабатываться с вином. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА За что он вас бьет? ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Простите. Мне нужно уже торопиться. Я отважно проверить контрольную работу. А ваш сын, за что он напал на вас? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Точно такой же зонт был в руках у вашего сына, когда убийца выходил с подъезда. Камера видеонаблюдения зафиксировала это. Мне очень жаль. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты им сказала что-нибудь? Ничего я не говорила. Мать, мне страшно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мам! Мама! Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. 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 Хочу, чтобы вы осознали. В изоляторе на его глазах изнасиловали подростка. Пожалуйста, не надо! Не надо! Пожалуйста, я умоляю вас! Ну не встаньте уже! Ну перестаньте! Не встаньте! Ну вы думы! Пойдите мне навстречу, пожалуйста. Вы зря теряете время! Уходите! Вы страшный человек! Вы страшный человек! Сегодня суд должен вынести решение по делу Денисса Волковского. Хочу напомнить, что следствию удалось найти орудие преступления в квартире обвиняемого. Тем не менее, адвокат Стрельцов держится очень уверенно. Неужели преступнику удастся уйти от справедливого возмездия? Продолжаем слушание. Кого не хватает-то? Никитина, нет. Вы позвонили? Не подходят. У нас есть заявление, Никитина. Слово предоставляет защита. Благодарю, Ваша честь. Яйца, я могу на себя повредить? Мне так холодно. Я можно с тобой полежать немножко? Вот я будинок разорванусь. Женечка, Женечка, ровай! А-а-а-а-а-а! Женечка, Ровай! Не волнуйтесь, бабушка, я вас проведу. А, меня? Это я, прощийся. Заряди-ка, сестра. Пригласите потерпевшего Чусова. Как там все прошло? Потерпевшего Чусова! Прошу провести опознание. Откройте, пожалуйста, дверь. Так, пригласите людей. Потерпевшего Чусова, покажите, кто на вас напал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Правильно затрудняетесь. А ведь среди них мог быть тот, кого бы опознали. Защита вызывает Сергея Антипенко. Сергей Антипенко, пожалуйста, наденьте капюшон. Дайте ему пистолет. Направьте пистолет на потерпевшую. Это точно он! Прошу внести в протокол Чусова опознала нападок. Ваша честь, защита просит показать видеозапись, предоставленную потерпевшей Никитиной. Чусова, пройдите на место. Я хочу, чтобы вы все меня простили. Я виновата. Прости меня, Тома. Я виновата перед тобой, потому что я тебя оставила. Прости меня, Алеша, потому что перед тобой я виновата больше всего. Я виновата, потому что я тебя больше всего любила. Ты, наверное, хотела дать тебе все то, что сама не имела. Я жила тобой. И прости, что я прогнала твоего отца, что я солгала, что он умер. Но у меня не было к нему никаких чувств. Я любила тебя и ждела тебя для себя. Поэтому я и солгала. И поэтому мне не нравились девушки, с которыми ты дружила. И я не хотела делиться ни с кем этой любовью. И я понимаю, почему ты меня ударил в первый раз. Ну вот, когда ты узнал, что отец жив, да? Простите меня все, потому что произошла трагическая ошибка. Геннадия Короткова убила ее. Учитывая признание Никитиной, которое мы не имеем права ставить под сомнение в связи с ее добровольным уходом из жизни сегодня утром, о чем имеется письменное заключение. Вопрос о поиске виновного в деле об убийстве Геннадия Короткова должен быть закрыт. А подсудимый оправдан. Ваша честь. Посудимый Волковский, встаньте. Рассмотрев обстоятельства дела, внимательно выслушав показания свидетелей, суд выносит решение оправдать подсудимого Волковского Дениса Александровича, 1994 года рождения, проживающего в городе Москва, по адресу Ленинградский проспект, дом 5, квартира 12, и освободить из-под стражи в зале суда. Фу! Я ничего не могу говорить. Я верила. Я верила. Теперь Никитина не расстанет. Ну, поздравляю. Поздравляю. Я вас поздравляю. Это я вас поздравляю. Это круто. Поздравляю я вас. Я вас поздравляю. Я за машиной сейчас бегаю, хорошо? А потом ослеплю. Папа! Папа! Папа, я все тебе потом объясню. Папа! Да ты... Я вижу, вы первоклассный адвокат, Трофим Петрович. Ну, такое дело выиграли. Прошу вас, я в долгю не останусь. Я позабочусь, чтобы вы к школе больше на пушечную выстрелину не подошли. Давайте я объясню, где здесь выход. Я все знаю, так сейчас. Все объясню. Еще одно дело закончено. Сын Никитина избежал наказания на этот раз. Но какой ценой, какой ценой. Он потерял мать, но судьбу не обмануть. Против него ведется прокурорская проверка, по итогам которой ему придется расплачиваться по счетам. Как и всем нам. Жертва матери окажется напрасной. Антипенко получит пять лет и проведет их в лагерях, выйдет другим человеком. А волк свободен. Ему судьба улыбнулась на этот раз. Да, знать бы наперед, что ждет нас в этом мире, где, как говорят, человек человеку волк. А ведь так быть не должно. Ибо сказано, возлюблено. Андрей, время! Все, машины, пошли, все, давай. Пора! Все нормально, под контролем ситуация. Здорово, Андрей. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, поехали в кадре. Через вечерное происшествие. Меня зовут Андрей Иванов. Здравствуйте. Продюсер Виктория Ланская оказалась на грани банкротства. Ее муж, певец Сергей Аронин, плохо пополняет семейный бюджет. Ваш пропуск. Машина Оландской. Пора бы запомнить. Оландская подъехала пропускать. По слухам, на ее проекты обратил внимание авторитетный предприниматель Вадим Краснов. Слушай, где ты взял этого Краснова? Ты же говорила, если не найдешь инвестора бизнеса, конечно, я нашел тебе инвестора. Чем-то теперь недовольна. Такие люди обычно, вкладывая деньги, потом перемалывают тебя, как фарш. И сожрут за обедом. Виктория, этого не произойдет. Для него это слишком мелко. Он давно сидит на легальной трубе и апеллирует с другими судами. Уверен. Однозначно. Ну, смотри. Господин Шмонов, к вам тут гелик 142 ТС. Ждете? Машину Краснова пропускаем. Угу, приняли. Обеспечить проход в сторонку. Звездам привет. Всем привет. Привет. Че так вяло? Опа, миотки мне работают. Золотые втянули. У нас гость сегодня важный. Миотки мне улыбочки повесили. Виктория Филдер, Краснов уже здесь. Че стоишь? Иди встречай. Только не свети его. Веди сразу павильон. Слушаюсь. Так, плавнее камера, плавнее работаем. Спокойно. Сереж. Ну, где энергия, Сережа? Сиди, красиво, позно. Да, лицо. Красавство вам. Прибыли. Хорошо, работаем. Вон, там она. Слышь, как это убийство-то? Виктория. Привет. Приветствую. Слушай, а понто красиво. Красиво. А вот мой Аронин. А я лучше бы в кого-нибудь из девок вложился. Стоп, стоп, стоп. Ребята, стоп, стоп. Ну, сколько тебе надо? Ну, я же говорила. Слушай, мне пять миллионов на полтора года. Ну, очень надо. Все, спокуха. Считай меньше. Виль, давай договор. Будем подписывать. Держи. Я уже подмахнул. А ты что? Все баки, все пять лимонов. Вот в это во все вложишь. Ну, вот, я умею считать. Понимаешь, в этом помещении есть все. Гримерные, костюмерные. Там монтажные. Ну, покажи мне эту вот монтажную, гримерную. Покажи. Эрочка, а вот тогда, Вадим Тарасович. Не, не надо. Не, пусть отдыхает, Эра. Пусть мне вон там. Пусть вот та покажет. Маша, Маша, будь добра. Здравствуй, Маша. Здравствуй, Маша. Вадим Трофимович. Очень приятно. Маша, покажи, пожалуйста, гримерные, костюмерные. Покажу. Что есть, Маша, что это покажет, а? Ну, что, Николай, дал вам денег. Солнышко, у нас все в шоколаде. Да. Я же говорил, что все срастется. Про мои комиссионные не забудь. Жир на него. Девчонки, девчонки, шоколаде. Белокурая, Зизи. А что это мы так не двигаемся и не поем что-то совсем? Да ну почему? Поем мне фонограммку. Дай мне микрофон. Так, ребята, давайте еще раз фонограмму. Отличная идея. Быстрее, быстрее, быстрее проходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Написывал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, сидите, иди, сидите. На, орудия произведем. Два ее пустим под мою полную. Какая разница, мне не жалко. Только без обид. Хорошо? Это у меня еще ничего. Спасибо, Николь. Плохо целуешься. Ну, по-моему, Сереже, не все получается. Браво! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я в Гримерной. Бери Ивановскую сюда, быстро. Пошли. Краснов зовет. Прошу вас, Виктория Федоровна. Дверь закрой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, сюда. Дашкова. Ей уже ничем не поможешь. Она упала сама. Меня здесь вообще не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все убрать. Вчистую. Я из страны улетаю. Слушай, сейчас получу бабки. Отдашь через полтора года. Процентов вообще не возьму. Попрете в раскосяк. Обоих рядом положу. Жду машины. Так, уходим. Надо все приготовить. Маша. Маша. Ну, что скисли? Что нормалетка? До скорого. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, Вадим Траконов. Домой за вещами и быстро в аэропорт. Я боюсь покойников. По ВИПу. Шоу Ланской. Кломни, Кломни, Крослов. Проезжай. Маш. Прости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, ты... Викина платья. Я вас себе башку оторву. Ну, ты же ей не скажешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Теперь, я думаю, скажу точно. Тс-с-с. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты понимаешь, что не надо? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Как говорил мой директор Карен Семенович, ты мне, а я тебя. Ах, господи, что я делаю? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ку-ку, есть кто дома? А вот и я. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ку-ку, есть кто дома? А вот и я. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Серёв, ну, может, ты меня посмотришь вместо телек, а? А, Скважите, почему это? Мне интересно. Хочу смотреть то, что я хочу. Порву тебя газету. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Викуль, я на пробежке. Буду через часок. Жди меня, и я вернусь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А ты меня любишь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 глупо слиться на пророчества убиты свои ключи и не вернуться не остаться у меня есть кое-что такое что очень нужно и нашла не только деньги она тебя мне отдаст фланская тебе не отдаст такого перепу вот именно что с перепугу потому что ей это что-то очень нужно дура не вздумай ее штажировать ты понимаешь что ты вообще понимаешь чем ты рискуешь я знаю это не знаешь это очень опасно ну и где же ты был да на пробежке потом в траженном зале верю ну что пойдем пойдем виктория федоровна да машин телефон отключен дома она так и не появилась а я причем надо заявить милицию пропажи вот это переживание слушайте девочки давайте представим что ничего не случилось все у нее нормально встретила мужика у ей квартиру купил за границей машину будете хорошо работать и у вас такой мужик будет пошли ну а почему она нам ничего не сказала ну потому что мужик женат у него жена двое детей скандала мужик не хочет все нормально успокоились что стоим работать работать быстро ничего да ничего врет у нас нам все известно жди посылку и готовь три миллиона доллара запрете в раскосяк обоих рядом положу ну и что ты думаешь по этому поводу я думаю надо идти к красному ты дура да он же нас обоих замочит разве он поверит в то что у нас нет копии а хорошо я решу все это я просмотрю камеры видеонаблюдение я найду а где гарантия что у него у нее у них нет копии а нет нет дорогая тут надо решать вопрос кардинально забрать запись ты хочешь чтобы я убил говори 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 я хочу чтобы 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 я чтобы ты убил убил ну и хорошо я решу эту проблему а диск мы себе оставим надо иметь оружие против грозного дяди как говорится собрался с чертом ужинать запасись длинной ложкой но твой бизнес он теперь не твой он наш и вот это вот платье которое на тебя можно я платье себе отставлю ты все равно в него не влезешь платье можешь оставить себе где этот диск делал кто-нибудь знает об убийстве нет сейчас мы вместе пойдем с тобой в милицию ты напишешь заявление после этого мы поедем с тобой домой ты там будешь в безопасности и пробудешь там до самого суда собирайся Я с тобой никуда не поеду. Не надо лезть в мою жизнь. Понимаешь, у меня здесь все. Друзья, работа! Какая работа? Что? Вот так вот скакать по сцене? Полуголой! Как проститутка! Да не трогай зайку! Да не трогаю я твоего зайку! Знаешь, я лучше... Да я лучше проституткой здесь в Москве буду, чем с твоим мухосрадским именем кладшицей! Господи, сколько можно меня контролировать? Я уже не могу это терпеть! Я взрослая, понимаешь? Взрослая! Папа, это ты? Я не забуду тебя, я буду помнить всегда. Я не забуду тебя никогда-никогда. И что другу дали, это важно, бессонно. Любимая, я опять на пробежке. Буду через час. Целую. Все, Лоша, ты много дома! Все, Лоша, ты много дома! Все, Лоша! Здрасьте! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Наташа! Наташ, ты дома? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! А что это у нас за новости? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да я Наташ в локове был. Ее убили. Ее убили. Кого она еще? В общем, так, капитан, давай вызывай участкового, опроси соседей. Может, кто-то что-то видел? Давайте-давайте, работаем. Это значит, пока ты мне про свои утренние пробежки рассказывал, ты к этой шлюшке в *** заходил. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты понимаешь, что ее убили? Сейчас расплачусь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, прости. Я виноват. У нас есть проблема посерьезнее. Я когда выбегал из квартиры, я на личной клетке столкнулся с соседкой. Она меня видела. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Убитая. Гражданка Рогова Наталья, 91-го года. Прописано город Ковро Владимирской области. Улица Ленин, дом 4, квартира 75. Временной регистрации в городе Москве по данному адресу не имеет. Да, симпатичная была девушка. Товарищ майор, вот соседка, это она вызвала жилицию. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, эта квартира сдается давно. И из тех, кто перебывал здесь, Наташа была самая милая соседка. Простая, добрая девочка, и я больше не знаю, что вам рассказать о ней. Ну хорошо, а вы-то как попали сюда? Убийца бросил дверь открытой, и я видела, как он выскочил с квартиры и забежал в лифт. Угу. Слышь ты, скотина, ты свою тёлку замочил, а мне теперь за тобой дерьмо раскрепать. Да не убивал я её, как ты себе это представляешь? Я зашёл в квартиру, и она лежит там вся в крови. Ну-ка. Ты её действительно, наверное... Не убивал, да? Скотина, посмотри на свою рожу, посмотри на эту майку! Скотина, всё, снимай! Снимай, скотина! Если... если вы видели убийцу, значит, вы можете его опознать? Да, могу. Угу. Это известный эстрадный исполнитель. И вы знаете, как его зовут? Да, это Сергей Аронин. Вы ничего не путаете? Аронин? Да, это Сергей Аронин. Вик, всё так и было. Я это всё выбрасываю. Здесь кровь. О! Здесь кровь! Скотина! Скотина! Ты не на кто не способен? Ты нагромщик, омерзительный. Вот раз. Мы способен с этим, пока мы в нас тоже спасли. Скотина, не трогай меня! Сволочь! А-а-а! Это что, Снойка? Он мне теперь тут синяя будет. Мусор собрал, выбросил. Подальше от дома. Здравствуйте, это Виктория Ланская. Я хотел бы поговорить с Марком Анатольевичем. Да, простите, я просто не знала, извините. Будьте добры, мне нужен Давид Вольфович. Нет-нет, я перезвоню. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как его зовут ещё раз? Трофим Петрович. Всё, я запомнила. Спасибо вам огромное. Всё, я еду. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Егор, открой. Я без сторон. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извините, пожалуйста, вы... Чёрт! Простите, вы... Стрельцов, Трофим Петрович. Нет, я... я Дербенёв. А пока Дербенёв... Я так и думала. Извините, мадам. Простите, пожалуйста. Мы что, договаривались о встрече, простите? Нет, мне не назначено. Но моё дело не терпит отлагательств. Понимаете, Стрельцов, Трофим Петрович. Понимаете, в чём дело? Господин Стрельцов очень не любит внезапных визитов. Трофим Петрович всегда просит договариваться с клиентами о встрече. Ну, раз она уже вошла, пусть хоть представится. Уланская, Виктория, продюсер Орольная. Слушаю вас. Трофим Петрович, дело в том, что это госпожа Лаванская. Да. Продюсер, певца эстрадного, Оронина. А кто за хором? Оронин? Да. Ну, это известный эстрадный певец и, между прочим, кумир молодёжи, школьников и школьниц. Да, да, да. Трофим Петрович, дело в том, что Серёжа влип в одну историю с одной девкой. В общем, её убили. То есть ваш протеже замешан в убийстве? Нет, он не мой протеже, он мой муж. Но он её не убивал, он просто с ней спал. А вы только что об этом узнали? Да, сегодня утром. Трофим Петрович, вы мне должны помочь. Я вам ничего не думаю. Понимаете, тут помимо личных отношений есть ещё, ну, такие рабочие, да, творческие отношения. Ну, знаете, гастроли, поездки, клипы, ну, в общем, всё, во что вложены деньги. И если сейчас Серёжа попадёт в тюрьму, то я банкрот. Ну, в Москве полно адвокатов, и я думаю, что найдутся такие, которые вас будут защищать. А я хочу, чтобы именно вы его защищали. Скажите, простите, пожалуйста, дело в том, что действительно в Москве много известных фамилий адвокатских. Если вы позволите себе платить им гонорар, я думаю, вам это по карману и... Да, гонорар сегодня мне по карману. Кстати, я принесла предоплату. Чего? Что вы шуряете, Игорь? Здесь не притонный эмменьков. Уберите, пожалуйста. Трофим Петрович, Серёжа мой муж. Пожалуйста, начните его защищать. Не знаю, не знаю. Я люблю Серёжу. А вы знаете, я на 20 лет его старше. И знаю, когда он врёт, а когда говорит правду. А кто это убитая девушка? Да дрянь одна. Она просто втёрлась в доверие. Хотела, чтобы я певицу из неё сделала. А Трофим Петрович сваршивает, как её зовут? Наталья, Наталья, Наталья Рогова. Наталья Трофим Петрович, я вас умоляю, народненький, ну, пожалуйста, возьмите наше дело. Не знаю. Дело в том, что у нас действительно есть некоторые правила. Да, я уже в курсе. У вас надо вовремя договариваться о встрече. И не только. Если клиент, которого мы защищаем, оказывается виновен в убийстве... Он будет сидеть в тюрьме. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я могу вам поклясться чем угодно. Да никого он не убивал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Где же мне финансовые проблемы? Ну, вроде приехали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушайте, а где шёл он? Прямо. В седьмой павильон. Прямо, говорит. Туда. Верной дорогой идём. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Егор, малолетский, от трёх до семи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА По-пр establish push aaces urban, обоих рядом ни кажу. Привет, кира. Минуточку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. РУДСКИЕ ВООДУЩАЯ МУЗЫКА Нас tegen. Хорошо, хорошо. Я решу эту проблему. Отккуودies хочешь? Хочешь, хочешь? Ох ты, Вася, Вася. Слышишь, ты ее убили? Почему она нам еще не сказала? Я зашел, ты домой, а ты не поучился, в крови, в крови, в крови, в крови. Прошу. Спасибо. На здоровье. Егор, я займусь Ланской и Певцом, а ты ее окружением. Прошу прощения. Живуха в остро. Понял. Вам придется немного подождать, у нас сейчас запись. Понятно, понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Даже себе не представляете, как я рад вас видеть. За Сережей, быстро. Понял. Процесс. Понимаем. Гламур. Мы с тобой ночи не знаем. С тобой хотят пообщаться. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Ну что? Ну что? Ну что, давайте пока паузу, поправимся. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Оставьте нас, пожалуйста, у нас с господином певцом приватное бюро. Выставьте картинку, что ли, из-за этого идете. Молодой человек, адвокату и врачу врать бессмысленно. Скажите, вы убили вашу руководницу? Конечно, что вы! Я ее не убивал! Я пришел в квартиру, она уже была мертвая. Я бывал, иногда к ней забегал утром вместо пробежки. Я ее не убивал. Мы ее устраивали, ваши отношения? Да, нет, нет, она... Знаете, она хотела большего. Сейчас, сейчас, сейчас. Пофе будет через секунду. Прошу прощения. Тук-тук. Ирочка, я к вам. У меня одна минута, не больше. Очень хорошо. Скажите, а вы отношения Илландской и Аронина как определяете? Как серьезные отношения или по расчету? Я так понимаю, что он изменял ей? И не только с Наташей Роговой? Это не имеет никакого значения. Да. Сережа никогда не бросит Виктория Федоровна. Вы знали о Наташи Роговой? Да, мы из одного города. Вместе в Москву приехали на гости. Но в последнее время мы с ней не общались, извините. Давайте я помогу. Дамы, вперед. Проходите, проходите, проходите. Я закрою. Хорошо. Спасибо. Я закрою. Я закрою. Я закрою. Я закрою. Хорошо, я поставлю вопрос прямо. Она жену вашу контажировала? У меня есть кое-что такое, что я очень-очень. Понимаешь, она не только деньги, она тебя мне отдаст. Я слышал об этом, но она мне не посвящала в детали. Трофим? Петрович. Петрович. Да. К сожалению, я вынужден прервать ваш разговор, но нам надо продолжить съемку, потому что мы вылетаем из времени. Да, собственно говоря, я уже все, что мне надо было, я уже… Ну, вот и здорово. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Пойдем, Сережа. Пока все. Спасибо большое. Все доброе. До свидания, да. Да, Трофим Петрович. Ну, ты давай работаю, а я уже закончил, сейчас уезжаю. Понял. Дальше я сам. Трофим Петрович, возьмите за наше дело. Может быть, но я еще не решил. Трофим Петрович. Да. Трофим Петрович. До свидания. До свидания. Трофим Петрович. Так. Что же я ищу-то, а? Что ж... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Е-мое-мое! Сережа, Петрович единственный человек, который тебя реально может вытащить из тюрьмы. Ты хочешь, конечно, меня посадят? А ты что, идиот? Тебя реально могут посадить. Подожди, ты же меня вытащишь, если что. Ты понимаешь, я там сдохну. Сдохнешь? Ты без меня сдохнешь. Забыла, откуда я тебя выцепила? Мальчик повызову из стриптиз-клуба. Слушай, я уже давно отработал все, что ты мне вложил. Ты отработал? Ты рот свой под фанеру открывал. Ты девку свою поганую заткнулся. Не мог заставить. А если смог? Сереженька. Так это ты ее? А если я? Если ты ее убил, то... Где диск? У меня его нет. Я думаю, ты меня шантажировать не будешь, мальчик. Да нет, у меня диска, правда. Поехали домой. Дома разберемся. Поехали. И так засиделись. Викуля, я что так встал сегодня? Голодный. Пойдем куда-нибудь пообедать. А вы почему еще не ушли? А, заблудился. Вот выход, я уже один шел. Странный, вы какой-то все. Воздовский уголовный розыск. Стоять! 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 Вы арестованы по подозрению убийства Натальи Роговой. Ребята, вы что? Ребята, вы что? Стоять! 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 Поехали, поехали! Хамство какое! Так с женщиной обращаться! Сейчас милицию вызов! Быстро в машину! Вечером он будет уже дома. Алло! Алло! Трофим Троич! А вы не поверите! Готовы все! Здорово, Андрей! Минута до вечера. Это чрезвычайное происшествие. Меня зовут Андрей Иванов. Здравствуйте. Известный певец, кумир-школьниц оказался замешан в крупном скандале. Ранняя популярность и слава привели Сергея Аронина на скамью подсудимых. Его задержали по подозрению в убийстве любовницы Натальи Роговой. Ее зарезали в съемной квартире. Мы будем держать вас в курсе событий. А это вам. Не нужная минута зверхи. Хорошо. Алло, Андрей Иванович! Да, слушаю внимательно. Ее били, но не зверски. Следы пыток есть. Нет-нет, судя по стенникам Иссадиным, это была драка. Что ты скажешь о ране? Рана. Колторезанная рана длиной сантиметров пять-шесть. Края раны ровные, без осаднений. Думаю, что седьмое бро рассечено. Какие выводы? Ударили ножом, но это был не кухонный нож. Это холодное профессиональное оружие. Удар сильный, а длина ножа достаточна для того, чтобы рассечь и легкое, и сердце. В таких случаях смерть наступает мгновенно. Получается, что работал профессионал? Этот человек умеет пользоваться холодным оружием. Удар был несен силой и скоростью, достаточной, чтобы рассечь ребро. Воронин не тянет на профубийцу. Да, такие если убивают, то наносят множественные ранения. Не закончили пока. Обращайтесь. Я же давно отработал все, что я вложил. Ты отработал? Ты рот свой под фанеру открывал. Ты герку свою поганую заткнулся. Не мог заставить. А если смог? А где диск? Диска у меня нет. Надеюсь, ты не собираешься, конечно. Это же ротик. Мальчик. Значит, Наталья Логова, шантажировала Ланскую. Она спрашивает о каком-то диске. Очевидно, запись на нем могла ей очень серьезно повредить. Владимир Митрович, а что если Ланская ломала тут перед нами комедию? Вовсе она не собиралась спасать Аронина. А она пытается отвести от себя подозрения. А? Или Аронин ее подставляет и забрал диск, а ей не отдал. И надо посетить квартиру Рогова. Ты это хорошо умеешь делать. Давай. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Незаконное проникновение в жилище. Статья 139. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это тебе от Краснова. А вот это от меня. С чего? Краснов тебе весточку из-за бугра передает в виде цветочков. Чего это вдруг? В знак взаимопонимания. Он там новости прочитал. Ну и подумал, подумал и решил. Ну, раз Аронин Рогова убил, так, может быть, он и то первый убил, а? Слушайте, ребята, у вас там у всех все с мозгами в порядке? Ментам ведь все равно крайне нужен. А деньги вернешь потом, как сможешь. Он не торопит. Мне нужен мой Сережа. Мне нужна моя жизнь. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ты подумай, Вика, подумай. Пошел ты. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Результаты из лаборатории. Кроме отпечатков пальцев Роговой и Аронина, в квартире найдены отпечатки еще двух человек. Кстати, насчет подставки, подставки под нож. Такую же, ну, или очень похожую, я нашел в интернете. И нож, стало быть, такой же. Рана Роговой могла быть нанесена таким же ножом. Вполне. А? Странно. Странно. А что, если это все-таки кто-то свой? А что, если все-таки это Аронина? Ты остро поедешь и купишь. Ну что, принесла? Да-да, как обещала. Молодец. Я ухожу от Ландской и о диске никому ничего не скажу. Иди в машину. Хорошо. Вы... Вы же... Вы же мне ничего не сделаете? Я вас очень прошу, пообещайте, пожалуйста. Диск. Со мной ведь ничего не случится? Диск. Ничего. Спасибо. Конечно, ничего. Конечно. КРИК Хорошая девочка. Только дура! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чем обязан? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Шары. Вы играете на гулиадо? Никогда не пробовала. Просто видела, как это делают другие. Слушайте, давайте договоримся. Если я сейчас вдруг выиграю, то вы будете защищать моего мужа. Если нет, то я оставлю вас в покое. Поищу себе другого адвоката. Орел. Он везет. Я начал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где мы? Куда вы меня везете? С добрым утром. Как спалось? Вы же обещали. Вы опоманули меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Трофим Петрович, а что это за запах? Я не понял. Женские духи, Трофим Петрович, здесь что, была женщина? Кто про что обшивы и про баню? Моим врагам такая женщина. Я участвую. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нектар. Гимно. Завтра нам придется подпишать сомнительный контракт. Ой, а что это у вас? Поймали чего? Да не межай ты. Лучше ментов вызови. Похоже, одна из этих актрис. Давайте в покое мы загружайте. Вы нам звонили? Да. Запишем ваши данные, если что, позвоним. Угу, хорошо. Я могу идти? Ну все, свободно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Так, ребята, где редактор? Где редактор? Осталось пять минут. Зачем вот эти били? Загадочная смерть танцовщицы из картополета Лонской. Респондент свою службу, свои. Пять минут на эфир. Все ждут. Так, ребята, готовим камеры. Павильон готов. Так, вот она, вот она в центре. Сейчас закрупнюсь. Мария Ташкова, 25 лет. Два, один. Это чрезвычайное происшествие. Меня зовут Андрей Иванов. Здравствуйте. Сегодня поступила новая информация, связанная со скандальной криминальной историей, разворачивающейся вокруг музыкального продюсера Виктории Лонской и ее мужа, известного певца Сергея Аронина. На берегу Москва-реки был найден еще один труп одной из вокалисток в шоу «Лонской». Следствие отказывается давать комментарии по этому случаю, но, как нам стало известно из наших источников, труп Марии Ташковой не раскроет нам тайну, кто стоит за серией мистических убийств в шоу «Лонской». Сегодня состоялись похороны Натальи Роговой. Виктория Лонская взяла все расходы по организации траурных мероприятий на себя, но если так пойдет и дальше, то Лонской придется переключиться на другой бизнес – бюро ритуальных услуг. Найдена еще одна девушка из подтанцовки Аронина – Мария Ташкова. За несколько дней до гибели она разорвала контракт с Лонской. Здравствуйте. Что-то не переживает Соланской танцовщицы. Да… А это кто? А это отец Роговой. Я вызвал его из Можайска. Жаль мужика. Он из нашего ведомства. Работает там, в Можайске, в себя, в Шостковом. Кофей Петрович, нам пора. Куда? В тюрьму? На кладбище мы всегда ушли. Во время нашей прошлой беседы вы сказали, что Рогова строила планы совместной жизни и надеялась получить в Слонской кучу денег. Я Наташа объяснял, что она не связывалась с Викторией. А Рогова не сказала, каким образом она собирается шантажировать Слонскую? Нет. Она мне с ним говорила, что это не мое дело. Поймите вы, я не убивал эту дурочку. Я, наоборот, пытался ее спасти. Я ей говорил, не дави на психику Вики, она тебя в асфальт закатает. Ты? Думаешь? Не Слонская. Я не знаю, что эта Агландская убила ее, да? Нет. Да не говорил я эту! Ты мне столько наговорилась же, что твою жену можно сажать в камеру рядом с твоей. Да я не этого совсем хотела, вы меня запутали. Это ты меня запутал? Да одно, потом другое. Это что, тебе эстрада, что ли? Ножик знаешь этот? Да. Такой у Наташи стоял на полке. Она еще говорила, что тебе на себе харакири, если не допьется своего. Вот этим ножом ее убили. Я все понял. Подставить ходили, да? Вместе со следователем, заодно ходили пояснение убийств. Правильно, давайте. Так и говорили, хоть срок доверься адвокату. Что вы меня презираете, да, наверное? Придурок, поет какую-то песню под фанеру, да? Жена продюсер на 10 лет старше. Да я такой! Но я ее не убивал! Мы с ней хотели новую жизнь начать вообще! Ну, спроси, молодой человек. Я не священник, чтобы выслушивать весть твою эти. Я сам идиот! Признался вам, что я видел этот нож. Конечно, говорил мне тут один бывалый. Чистосердечное признание – самый короткий путь в тюрьму. Вот ты больше их слушай, тогда точно попадешь в тюрьму. Меня не слушай, а их слушай. И будешь в тюрьме. Моли у меня, нет? О, видел? Было? Видел. Увидев орудие убийства, он бы выдал себя. А он был спокойно. Да, соседка его видела, как он убегал из квартиры. Там куча отпечаток его пальцев. Там отпечатки не только его, там еще двух человек отпечатки. А вы откуда знаете? Секрет фермы. Ну, хорошо. Допустим, допустим, Аронин не убивал. Ну, тогда Уланской. Был же повод для убийства Роговой? Ну, Уланская. Уланская – это совсем другая песня. Так они муж и жена. Он, может быть, с ней соучастник. Если убийство заказал Уланская, то, получив мужа, она решит, что все, дело сделано. Понимаешь? И совершит ошибку, которая ее и выдаст. Хорошо, я не буду препятствовать в освобождении Аронина. СМЕХ Ну ты какой смешной. СМЕХ Ну, погода – чудо сегодня. СМЕХ Не понял. Это что, объемная шкура? Алло, милиция? Алло. Вы обнаружили тропу? Да. А сколько-то было? Примерно не помните. Красивая. Алло! Одна из этих актрис... По-моему, это дело Мехейфил. Алло, дороги подъехали, здесь вышли и вот сюда... Сразу позвонили. Ваша честь, я прошу обратить внимание, что Сергей Чириков, выступающий под псевдонимом Аронин, проявил готовность сотрудничать со следствием, и мы просим об его освобождении под подписку Аронина. Да он не виновен! Сережа, я люблю тебя! Словода, Сережа, я люблю тебя! Словода, Словода! Видите этих идиоток из зала? Я не вижу основания для освобождения Чириков до окончания следствия. Обезобразие, которое только что здесь устроили, я считаю, намной провокацией, попыткой оказать давление на суд. Ваша честь, следствие не располагает убедительными фактами, доказывающими вину Аронина. Да, он был любовником Натальи Роговой, но девушка вела свободный образ жизни, у нее было много поклонников. В ходе следствия возникли другие подозреваемые, другие фамилии. Надеюсь, что следствие подтвердит, что существуют другие версии убийства. Ваша честь, следствие действительно располагает новыми данными. Но вы не можете полностью исключить вину Аронина. В пользу Аронина говорит то, что он согласился сотрудничать со следствием. Да. Чириков чистосердечно ответил на ряд важных вопросов. Ваша честь, защита просит освободить подозреваемого Чирикова Аронина под залог и подписку о него есть. Зато удалится на священник. Прошу всех встать. Да все будет хорошо. Нормально все будет. Волнуйтесь. Девочки, извините, пожалуйста. Ай, осторожнее. Извините, извините. Простите, пожалуйста, извините. Благодаря ему, Сережу отпустили. Спасибо. Я прошу вам сказать только одно. Вы непорядочный человек. Вам все равно, кого защищать. Лишь бы были деньги. Между прочим, я 40 лет сажаю преступников. Был следователем, прокурором. И я старше вас по званию. Тогда зачем вы взялись за это дело? И выгораживаете убийц? Я не выгораживаю убийцу. Скажу вам только одно. Моя дочь убили. Ламская и Аронин. И неважно, у кого из них был нож. Вон, полюбуйтесь на свою частную работу. Нравится? Моя дочь лежит в земле. Вы связываете убийство любовницы вашего мужа и убийство Марии Ташковой. А убийцы вон, выгомучиваются перед публикой. Спасибо вам большое за поддержку. Ну что, Ромаш, садитесь сюда в машину. Зачем? Мне нужно поговорить с вами о вашей дочери. Убита не одна ваша дочь. Да, у Воронина было четыре бэк-вокалистки. Посмотрите, три из них уже мертвы. А вот четвертая. Вы ее знаете? Нет. Но, надеюсь, она жива. Спасибо вам большое. Спасибо. Это ему? Спасибо. Спасибо всем большое. Спасибо. Вот у меня была какая дочь. Музыкой увлекалась, танцами. Больше всего я боялся, что ее втянут в какой-то разврат. Вы знаете, как это у нас часто бывает. Я ведь много таких девчонок-то насмотрелся. По долгу службы часто приходилось находить и в канализационных колодцах, и на городских свалках. Ну, а потом у нас в городе появился этот идол. А вы разрешили ей поехать в Москву? Нет. Она сбежала. А после этого вы виделись с дочерью? Нет. Она звонила нечасто, адреса не называла. Ну, а потом позвонили и сказали, что мою дочь убили. Николай Сергеевич, а почему вы похоронили ее здесь, а не ее увезли? Наташа хотела в Москву. Пусть таки-то будет. Ладно. Поздно уже. Поеду я. Николай Сергеевич, а вы где остановились? В общаге у ребят. Гостиница мне ваша московская. Не по карману. Ну, вы оставайтесь здесь. У нас квартира большая. Место мы найдем. Ну, хоть в библиотеке. Да нет, ну, спасибо, конечно. Я бы не хотел вас обременять. Да нет, вы меня не обеспокоите нисколько. Оставайтесь. Спасибо. Мне сказали, вы всю Москву подняли, чтобы найти этих девушек. А они вот здесь. Значит так, вот эту обнаружили в районе Лужников. Зовут Мария Ташкова. Вот протокол досмотра тела. Семь дней пролежала в воде, но в легких воды не обнаружено. Череп проломлен. Судя по тому, как она одета, скорее всего, она была убита в помещении во время шоу Ланской. А уже потом выброшена в воду. Что со второй? Сломаны шальные позвонки с первого по третий. Включаю Атлант. Что привело к разрыву спинного мозга и параличу? Скорее всего, одной рукой ей держали за плечо, а другой рукой повернули... Извините. А другой рукой повернули голову. Предварительно приподнял. Резко по часовой стрелке. Крочу говоря, ей свернули шею. Я свернули шею? В общем так, Мария Ташкова была убита за неделю Дороговой. Через три дня была убита вот Алина Петрова. Работал специально обученный физически жеткий человек, профессионал. Может быть, кто-то из ваших бывших? Бывших не бывает. Говори из наших. Из наших, из наших. Из наших. СМЕХ 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 Доброе утро, моя... Да нет, у меня на самом деле важное дело. Я где-нибудь в городе перекушу. Спасибо. СМЕХ Спасибо. СМЕХ Счастливо. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Подтягиваем живот, подтягиваем ягодицы. СТУК В ДВЕРЬ Куда он так пообщался? Сам удивляюсь, вдруг какие-то дела у него в городе обнаружили. Наблюдать будешь? Нет, нет, я кофейку. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А, привет, это ты? Слушаю тебя. А, ничего нет, да? Ну ладно, и на этом спасибо. Давай, давай, пока. Знакомый с Петровки звонил. Я его просил в их картотеке эти пальчики пробить тех двух неизвестных с квартиры убитых. Угу. Ничего нет. Сейчас попробую позвонить своему старому знакомому, из ФСБ. Пусть проверит, нет ли хозяев отпечатков этих пальцев в объединенной базе МВД. Алло, Стрельцов Трофим Петрович. Попросите Иванова Сергея Николаевича телефон. Заезжай, заезжай. Так, все приготовились, Ланская подъехала. Здравия желаю. А ты че стоишь? Да ничего, послаки. Да ничего, послаки. А ты че рыжешь? Не трогай меня. Госпожа Ланская объявила кастинг свое шоу. Напомню, три девушки из кардебалета Виктории Ланской были зверски убиты. Несмотря на вероятную угрозу, очередь из желающих попасть в ее шоу уже более чем из двухсот девушек. Между тем, звезда шоу Ланской о Родине находится под следствием в связи с убийством Натальи Роговой. По факту убийства двух других девушек следствие пока стоит на месте. Виктория Федоровна, Виктория Федоровна, мне надо с вами поговорить. Девчонки, всех вас люблю. Увидимся после съемки. А, вот это вот вроде ничего такая, да? Хорошенькая. Проходите. Пожалуйста, следующий. Простите, Ланская. Да что ж такое-то? Да, да. Следующий номер пятьдесят один. Даша Головина. А, вот это уже была. Да. Даша Головина. Город Иваново. Говорите, можно? А, да. Хорошо, потом. Номер пятьдесят два. Несчестно. Подождите-то. Какой еще? Угу, хорошо. Так, следующий номер. Выходим. Юлия. Девушка, пожалуйста, пятьдесят третий. Послушай, Ниля, я выяснил, что в Воронину группе, кроме Наташа Рогова, работало еще три девушки. На, почитай. Сегодняшняя газета. Юлия Паршина. Сегодня найден друг Алины Петровой. Егор, я боюсь. А чего бояться? Меня бояться не надо. Мне надо правду сказать. Я не из милиции. Где Царева? Может, бежала. Не будешь говорить, да? Хорошо, не надо. У нее есть парень. Здесь работает на киностудии охранник. Как зовут? Федор Укачин. А где он идти? Ну, а так что меня у него на входе походили? А на студии круглосуточно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Послушайте, я был у Марины дома, и соседи сказали, что она уже неделю не появлялась. Я ничего не знаю. Я сам ломаю голову, куда могла одеваться Марина. А вас это не беспокоит все-таки ваша девушка? Не беспокоит, но что я могу сделать? Послушайте, Марина может быть уже мертва или находится в большой опасности. Неужели вы ничего не пытались сделать, чтобы спасти ее? Извините. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот, молодец. Теперь ты обними, Серёжу. Молодцы. Так, хорошо, красавца, поменяйте местами, так, отлично. Поцелую её, щекотим. Отлично, смотрите. Серёж, ну опять. Алло? Да, да, сейчас. Алло, да. Сиди, поработаем с тобой. И не надо завидовать. Смотрите, как классно получается. А где звезда? Серёжа отошёл. Можно мне тоже? Давайте я вас поснимаю. Иди отдохни. Спасибо. Потрясающе. Спасибо. Давайте. Пока. Бабуль, давайте либо туда, либо куда-то обратно. Поехали. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Расследование. Проверь-ка, чем он здесь занимается. Слушаю, стрельцов. Это Ланская. Приезжайте срочно. Покажи лицо. Ну, как с таким лицом можно сниматься? Да мне надо вызывать врача. У меня по челюсти сломано. Тебе, чтобы танцевать, челюсть не нужна. Сейчас пойду к режиссеру разговаривать. Каким боком тебя снять можно? Лед приложи. Ау! Что случилось? Андрей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у нас несчастье. У нас Сережу избили в туалете. Что, Ласкет? Помнишь, какая-то тетка, по-моему? Может быть, туалет перепутал, и женщина подумала, что это насильник? Слушайте, я, может, конечно, читать не умею, но картинки различают. Тем более, она была в спецодежде. Пошли. Возьми его. Так, две группы работаем. Не перекрывай, что играет, но и отсюда. Он вот пропал, и мы пошли его искать. И нашли на полу без сознания. Мы не заходим. Я с этой Мегирой даже встречаться не хочу. Вообще, такая странная штука получается. Смотрите, сначала убили бэк-вокалистку, эту вот девочку из-под певок. Потом Сережу изувечили. Пипец. Мне кажется, что меня просто кто-то хочет разорить. Всем стоять на месте. Руки за голову, ни к чему не прикасаемся. У меня постановление на обыск личности вещей Сергея Аронина. Это что за новости? Адвокат Стрельцов. Позвольте посмотреть? Товарищ майор, тут наш звал адвоката. Все блокировано, мы готовы к обыску. Ага. Проверяем его в кожаную сумку. Принимаем. Обыстились. Посмотри в кожаную сумку. Это ваша сумка? Моя. Нет сумочка. Товарищ майор, нашли нож в сумке. Нож? Отлично. Передай ему, что у него большие неприятности. Пакуйте его. Сергея Аронина, вы за детство купили. Нет, простите, сейчас. Так, помогите, пожалуйста. Объясните мне, какой нож у него мог быть? Сережа, какой нож с Кофеем Петровичем? Подождите, лед. Возьмите лед у него из чека. Майор, блокируем его свету на выходе, иначе эта листеричка опять в пираку болезнет. Принял. Звезду на себя беру. Ну, показывай. Отлично. Дай камню этого адвоката. Стоять, павильон не покидаем. Стоять, это вас. Кто? Следователь Михеев. Так, оставьте его. Да. Оставь его, прошу. Так, вы знали, что в сумке у Аронина нож? Вы хотите узнать, кто мне об этом сообщил? Да. А я не имею права назвать вам имя. Ну, и имя было? Не имеет значения. Вас анонимный звонок не удивил, нет? Нет. А тогда почему у Аронина не нашли нож, когда его арестовали первый раз? Вот и нет. Тогда он еще не опасался разоблачений. Прятал нож. А теперь почувствовал себя в безопасности. Простите, Трофей Петрович. Но я хочу допросить Аронина, пока он не придумал очередного вранья. Убиты три девушки. Когда была убита последняя, Аронин в это время был в СИЗО. Не отнимайте мое время. Честь имею, Трофей Петрович. Рейте. Рацию верните. Рейте. Здравствуйте, Трофейм Петрович. Добрый день. Кровь на ноже принадлежит Роговой. Отпечатки пальцев на рукоятке принадлежат Аронину. Трофейм Петрович, если вы все еще придерживаетесь своих принципов, откажетесь о защите Аронина. С утра я еще сомневался. А теперь я точно от него не откажусь. Честь имею. До свидания. Послушайте, вы мне должны помочь. Вытащите меня отсюда. Я здесь больше ни дня не вытяну. Если выяснится, что это вы убили Рогову, я лично позабочусь о том, чтобы вы понесли заслуженное наказание. Вхренайся, адвокатик. Ну что, Трофейм Петрович, вы, конечно, уверены, что нож Аронину подбросили, да? Обычный убийца на его месте давно выкинул бы этот нож в Москву-реку и не таскал бы его с собой. Ну, конечно, конечно. Аронин же не обычный убийца. Он же маньяк-фетишист. Он получает сексуальное удовольствие от того, что держит нож в руки. Ну, он примерно тоже со мной думает Михеев. Понял. Таскал, таскал. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы извините, что помешал. Я за своим чемоданчиком уезжаю, домой возвращаюсь. Приеду теперь только на суд. Я не уверен, что Аронин убийца. Похоже, что нож ему подбросили. Ну, да, да, в сортире оглушили и оставили отпечатки на рукоятке. Ну, что же, Трофим Петрович, я думаю, вы правильно все рассудили. Еще раз большое спасибо за гостеприимство. До свидания. Я сам дверь закрою. Трофим Петрович, я хотел перед вами извиниться. За что? Я назвал вас бесчестным человеком, и меня мучает совесть. Извинения примет. Таких, как вы, людей днем с огнем поискать. И еще, Трофим Петрович, я сделаю все, чтобы помочь вам найти убийцу моей дочери. Вот теперь все. Что случится? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас отойду, ты закрой за мной дверь, слышишь? А я шкуру вернусь, хорошо? Шкуру вернусь. СТУК В ДВЕРЬ Забыл? Иди сюда. А-а-а! Ходи, 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 ходи. Да послушай ты меня, замолчу. Я отец, я отец Наташи Роговой. Отодеть ее! Подожди, я Рогов, выслушай меня. Я знаю, что у вас есть лица, которым охотится Ламская и Шмыров. Так вот, давайте вместе дождемся суда и предоставим эти доказательства. Марина, скоро будет суд, но вы ничего не бойтесь. Там полным-полно охранников. Стрельцов наш человек. Это вы сейчас так говорите. Все, кроме Марины, мертвы. Да поймите же вы, пока у вас этот диск, вы находитесь в огромной опасности. Добрый день! Добрый день! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сторой! ДИЗК, тварь! СИГНАЛ Где диск? Диск где, тварь? Диск где? КРИК 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 Живь пока. КРИК Ты убил мою дочь. КРИК Скорую вызови. Вызову. Только сначала расскажи, как все было. Я пришел, я слышал, как вы ругались. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Папа, где? Нет, Наташенька, это не папа. Чего тебе надо? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что? Мне нужен диск. Ну что, будем говорить, будем говорить. Грубо... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КРИК Диск! Выиграй, сыровень. Ну, ну... КРИК Вызови скорую. Ты же мент! Нет. Я сейчас не при исполнении. УДАР Вы... Вы его убили. О, Господи. Многие источники сообщают, что против Сергея Яронина веские улики. У кого шансы на его освобождение? Я думаю, вас дезинформировали. Серёжу наверняка сегодня отпустят. Три девушки из вашего кардабалета убиты, четвёртая пропала без вести. Это связано с убийством Натальи Роговой? Я уверена, что наша милиция во всём разберётся. У нас самая лучшая в мире милиция. И, кстати, спасибо всем, кто поддерживает нашу семью. Спасибо. 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 Вадим Краснов сегодня утром прилетел в Москву. Вызван повесткой в суд, за который расписался. Кстати, вызван как свидетель. Думаю, что он придёт. А вот его машина. О, парень. И Рогов уже здесь. Значит, все в сборе? Все. Да. Пойдём. Пойдём в зал. Начнём. Встать, он идёт. Встать, он идёт. Нож. Как неопровержимое доказательство. Этот вещдок был обвиняемому подброшен. Я уже это слышала. У вас есть какие-нибудь конкретные доказательства того, что нож... Да. Мы просим вызвать в качестве свидетеля Ланскую Викторию Фёдоровну. Волонская Виктория Фёдоровна, займите место за трибуной. Вы предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний. Ваша честь, я настаиваю на том, что у Воронина не могло быть ножа, которым он якобы убил Рогову. И тем более это орудие убийства не могло храниться в гримёрной. А вот визит Шмырова выглядит странно. Если, конечно, он не хотел подставить нашего подзащитного. А зачем ему это? Вероятнее всего, чтобы отвести подозрения от себя. Виктория Фёдоровна, скажите, а у кого имелся ключ от арендуемой вами гримёрной на киностудии? Ключ был только у меня и у моей помощницы Ирины. А у Шмырова нет? Нет. Зачем? Перед тем, как обнаружили нож, который подбросили Арунину в гримёрную, я видел, как Шмыров заходил в эту гримёрную, открывал дверь. Наверное, у него были отмычки или дубликат ключа. Я сделал фотографии, а вот их распечатки. Нас беспокоит история с избиением Арунина. Арунин видел в туалете якобы уборщицу очень высокого роста. Должно быть, эта уборщица была профессиональным боксёром, потому что смогла отправить Арунина в нокаут одним ударом. Этот удар был достаточно точный и очень сильный. Человек, наверное, обладал навыками бокса. А Шмыров является кандидатом в мастера спорта по боксу. Но эти вопросы уже не ко мне. Шмырова почему-то напугало наше расследование о ходе которого он был в курсе. И он решил усилить улики против Арунина и подбросил ему нож со следами крови жертв. Ваша честь, все это домыслы и не имеет отношения к делу. Ваша честь, у меня есть ряд вопросов финансового характера. Для консультации я хотел бы пригласить господина Краснова. Не возражаю. У обвинения есть вопросы к свидетелю Ланской? Нет, Ваша честь. Виктория Федоровна, вы можете занять своё место в зале. Спасибо. Для дачи показаний вызывается свидетель Краснов. Сиди. Господин Краснов, насколько я знаю, вы собирались инвестировать в бизнес Ланской крупную сумму. Ничего я ей давать не собиралась. Её бизнес, он как бы для меня слишком проблемный. Но однако же вы присутствовали на празднике, который устроила Ланская, Ваша честь. Правильно, правильно. Какого праздника я приехал на репетицию, она позвала, приехал. Потом мне эта хрень надоела, и я уехал, у тебя вся репетиция. Ваша честь, разрешите задать вопрос госпоже Ланской. Виктория Федоровна, а вы получали деньги, которые были обещаны господином Красновым? Нет. Никаких денег я не получала и договора не подписывала, хотя хотелось бы. Странно, у нас другая информация. Вот копия договора, подписанного обеими сторонами. Подделка. Ваша честь, чтобы прояснить дальнейшее, я прошу вызвать свидетеля Рогова. Для отдачи показаний, вызывается свидетель защиты, Рогов Николай Сергеевич. Николай Сергеевич, скажите, пожалуйста, нам, вы видели свою дочь накануне ее смерти? Да, я приезжал к Наташе на день рождения. Ты где этот день зала сделал? Кто-нибудь знает об этом? Нет. Нет. Ты что, он опасный человек, его адвокаты в раз докажут, что это подделка. Это ты не понимаешь. Нужно об этом обязательно сообщить в милиции. Думал, что на этом диске запись Наташиного концерта. А оказалось, что там запись убийства. Убийство Марии Ташковой. Еще напомнить, что Мария Ташкова была найдена в Москве-реке, а по факту заведено уголовное дело, следствие, к сожалению, стоит на месте. Николай Сергеевич, а почему, узнав о смерти, вы ни о чем не сообщили в милицию? А кто бы мне поверил? У меня не было этой записи. У меня не было никаких доказательств. И вы начали свое собственное расследование? Да. Я стал разыскивать этих девочек. Но, к сожалению, мне удалось найти только Марину Цареву. Николай Сергеевич, скажите, вы знаете, откуда Шумырову стало известно о диске? И в чьих интересах он действовал? Да. Моя дочь начала шантажировать Викторию Ланскую. Я понимаю ваше горе, но это бред. Виктория Ланская скрывала улики и покрывала преступник. У вас нет никаких доказательств. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ваша честь, разрешите приобщить к делу аудиозапись. Она была найдена в телефоне охранника госпожи Ланской, Шмырова. Которого, кстати, нет на сегодняшнем заседании, но об этом позже. Что ж ты делаешь? Я вас для другого нанимала. Мы защищаем вашего мужа. И доказали его невиновность. Ты хочешь, чтобы... Я хочу, чтобы ты убил. По факту убийства Шмырова проводится служебное расследование. Но сомнений в верных действиях Рогова нет. Ваша честь, позвольте приобщить к делу копию признательных показаний гражданина Рогова в непредумышленном убийстве Шмырова, переданных стороной защиты ранее. Не возражаю. Уважаемый суд, я прошу вызвать для дачи показаний Марину Цареву. Это единственная оставшаяся в живых девушка из группы Аронина. Для дачи показаний вызывается свидетель Царева Марина Ивановна. Марина Ивановна, пожалуйста, расскажите, что вам известно об убийстве Марии Ташковой? Ланская устроила генеральную репетицию для возможного инвестора. И после той репетиции Маша пропала. Мы с девочками переживали, но Ланская уверяла нас, что Маша расторгла контракт и тайна уехала с богатым любовником. А вы поверили ее объяснению? Нет. Вечером мы собрались с Наташей Роговой. И она рассказала все, что произошло на киностудии. Показала запись с ее убийством. Нам надо немедленно идти в милицию и заявить об убийстве Маши. Теперь-то у нас есть доказательства. Маша, мы уже все равно не поможем. А его адвокаты скорее нас засудят, чем мы его. Мы лучше за это видео потребуем большие деньги. Придем к Ларской, покажем его и скажем, что сболжение требует 3 миллиона долларов. На каждую по лимону? Да. Мы наконец-то сможем осуществить свою мечту. За три миллиона! А теперь я попрошу вызвать в качестве свидетеля охранника на киностудии Федора Укачина. Федор, расскажите, что вы видели в ту ночь, когда была убита Мария Ташкова? Я обходил территорию. А почему вы молчали все это время? Мы все видели человека, который убил Марию Ташкову. Он мог расправиться с нами без проблем. А тут общественный резонанс и СМИ. Федор, вы приезли диск. Вот он. Теперь остается выяснить, кто же убил Машу Ташкову. Кого госпожа Ланская прикрывала, несмотря на то, что ее мужу грозит тюрьма. Вот эти перья привозила сама Виктория. Ой, какие перечки какие-то! А вот здесь гримируется сама Ланская. Вадим Даразович, что вы делаете? Вали, Мария! Вадим Даразович, в поле! Вадим Даразович, в поле! Быстро перелазку и дуй в гримёрну. В школу пустят, а? Дверь закрой. Значит так, слушай, внимательно. Ей уже ничем не поможет. Она упала сама, меня здесь вообще не было. Мои каскадёры ещё и не такое сострякают. Плюс гримёр. Будет даже лучше. У вас всё крыша в натуре поехала, а? Ваша честь, прошу наложить арест на подозреваемых. Зачем мне эта коза драная нужна? Иди с возможным бегством за границу. Да у меня свидетели, вот полгода, ребята, афганцы, охрана, они всё подтвердить могут. Пошли. Закройте двери, не выпускайте этого человека. Что ты, что ты буробишь, а? У тебя против меня ничего нету. Надо будет, повесткой вызовешь. Да что ж вы делаете? Вы ж убийцу отпускаете. Да глухня, беленька вы, отвинтяра, надоел уже. Что ж ты, сволочь?! Отец Наташа, он убил его! Только что здесь, в здании Московского городского суда, прогремели выстрелы. Убитый горем отец Натальи Роговой, не надеясь на правосудие, решил наказать виновных сам. Один из преступников, Вадим Краснов, убит прямым попаданием в сердце. Сергей Аронин оправдан и освобожден в зале суда. Суд постановил Сергея Аронина признать невиновным и освободить из-под стражи в зале суда. В отношении Красновой и Ланске все материалы будут переданы прокуратуре. За организацию убийств и соучастие в укрытии улик ей грозит до двадцати пяти лет. Спасибо большое. До свидания закончено. Мне… мне очень жаль, Вик. Спасибо тебе. Эй, Закан, спасибо за Сережу. Скажите, пожалуйста, какое наказание ожидает Николай Рогова? Скорее всего, суровое. Но сейчас об этом пока рано. Ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Нам стало известно, что вы будете защищать Рогова в суде. Скажите, вы будете использовать свои связи в прокуратуре, чтобы скостить ему срок? Обязательно. Пошел. Еще дважды мне пришлось возвращаться к этому делу позднее. Рогов был признан действующим в состоянии аффекта и направлен на принудительное лечение в клинику закрытого типа. Аланская получила семь лет за организацию убийств и сокрытие преступлений. В своем желании защитить любовь, семью и бизнес она потеряла все. Ой, дикий. Он кайфовый. Но, говорят, кто без греха, пусть бросит в меня камень. Я бы не стал бросать его в эту женщину. Ее судьба вызывает в душе, скорее, сочувствие и не случайно даже в тюрьме и в тюрьме.